В прошлом году на отстрел животных в нашем городе государством было выделено 15 миллионов тенге. Несмотря на это, количество бродячих животных в Актобе не только не снижается, а имеет тенденцию к росту. В непреднамеренном создании проблемы собачьих стай ветеринары обвиняют частников. Собак все равно, как мы уже работаем с год в год, с год в год немножко увеличивается. Это есть закон решения областного маслехата, правила содержания принятых решением областного маслехата. Там, где указано, что это основное, где собаки должны содержаться в частных дворах на привязи, но некоторые владельцы игнорируют, они отпускают, которые это как угрозу создают для прохожих. В отношении бродячих животных горожане настроены решительно. Как правило, они просят избавиться от собачьих стай возле мусорок, школ и детских садов. А вот отношение к способам очистки улиц от бездомных тузиков у актюбинцев разное. Вообще и то, и то можно, лишь бы просто, понимаете, я считаю, людям страшно ходить. Потому что если вот бежит свора штук пять, что может человек сделать? Нужно, нужно обязательно бороться. Приемники для этого же есть. Всего лишь на все. Я думаю, стреливать это вообще негуманно, но какие-нибудь другие, много альтернатив для этого. Ну только надо, конечно, все требует деньги. В обществе защиты животных считают, в Актобе нет питомников для бродячих животных не из-за нехватки денег, а из-за отсутствия цивилизованности. И уже третий год предлагают чиновникам более гуманные способы очистки города от четвероногих бродяг. Во-первых, это учет животных, наведение порядка с учетом. Во-вторых, повышение ответственности граждан за тех животных, которые они себе взяли в дом. Потому что вы сами понимаете, что такого понятия бездомное животное не существует. Бездомным оно становится, потому что его выкинули из дома. В-третьих, это, конечно, стерилизация. Причем стерилизация уже может быть не на этапе, когда они становятся бездомными, а практика стерилизации животных, которые не должны производить потомство, и которые живут у хозяев, которые являются относительно бездомными. То есть там на парковках где-то, там они в складах, они где-то живут. Пик агрессии бродячих животных приходится на конец зимы и начало весны, когда начинается брачный период, и псы сбиваются в стаи. В это время чаще всего собаки нападают на людей. Если вы чувствуете, что бродячая собака ведет себя по отношению к вам агрессивно, то лучше всего опередить ход событий, испугать ее резко, или же протянуть руку ладонью вверх, что означает приветствие для собак. Ну и самое главное, вести себя спокойно и хладнокровно. Если собака почувствует ваш страх, то она будет думать, что она сильнее вас, и это хуже всего. За 11 лет в России и Казахстане собаки загрызли около 400 человек. Кроме этого, с конца 1990-х более 200 россиян и казахстанцев погибли от бешенства. Напомним, что и в октобе, в начале февраля 2008 года, в поселке Ясный 9-летнюю девочку насмерть загрызла стая собак. Антон Пережогин, Канат Аспагамбетов, программа «Факт».